Явились в дом без приглашения. Судебные приставы провели рейд по взысканию долгов во многоквартирных домах по улице Лаптиева. Под меры в исполнители попали те, кто не оплачивает капитальные ремонты, чей долг варьируется от 10 до 40 тысяч рублей. Что будет, если не платить взносы, узнавала Луиза Раджабова. Моя точка зрения, правильно ли деньги удерживать? Честно говоря, я не согласен с этим. Почему? Потому что результатов не видно. Деньги удерживают. А как было, так и все остается. Вот посмотрите на подъезды, вот это все. Из-за этого у людей желания не бывает платить за это. Они видят, деньги дают они, а ничего не сдвигается. Из-за этого они не хотят давать деньги. Из-за этого их понять можно с этой точки зрения. Я сам строитель. Мы иногда сами что-то делаем уже здесь. Потому что капитальный ремонт никогда не делали. Вообще никогда не делали. Это не только я могу сказать. Это здесь. Кому не поднимешься подъезд, они все так говорят. Те, кто пустил стражи закона, приставы уведомляют о наличии задолженности по взносу. Должникам, которых застать дома не удалось, оставляют извещение об исполнении судебных решений. За время существования фонда капитального ремонта с 2015 года было отремонтировано 172 многоквартирных дома. Более 25 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Хотим призвать жителей республики, собственников многоквартирных домов, своевременно оплачивать взносы за капитальный ремонт. Так как это федеральный закон, это не приход фонда и уклониться от оплаты не удастся. Тем, кто не согласен, закон позволяет не выплачивать взносы в фонд капремонта. Для этого жильцам необходимо на общем собрании создать собственный лицевой счет и тратить деньги на обслуживание дома самостоятельно. Однако и здесь предусмотрены некоторые нюансы. Уровень собираемости взносов в фонд капремонта в республике низкий. Всего 27%. Не платить. А как же не платить? Если они будут платить, а потом 3-4 месяца, давай плати. Так мы и стараемся платить, чтобы не должны быть. Мы плаваем первые этажи. Вот это у них было в списке, вот канализацию менять общую не поменяли. Сказали, вот ступеньки, сами видите, ступеньки надо разобрать, большая работа. Но в фонде капремонта, в свою очередь, рекомендует своевременно оплачивать взносы. Ведь от уровня несобираемости платежей напрямую зависят сроки начала ремонтных работ.